Ходить на уроки высшей математики в городскую школу, проживая при этом в Бугрино. Возможности и необходимость развития дистанционного образования в сельских школах округа рассмотрели на совещании по развитию муниципальных образований. Главам поселений было поручено разработать план по развитию населенных пунктов на перспективу. Подготовленные документы обсудили представители администрации округа, заполярного района, муниципалитетов и окружного собрания депутатов. Заседания по развитию поселений начали с Колгуева. Островной населённый пункт страдает от безработицы, перебоев с завозом продуктов, ветхого и аварийного жилья. Таковым признано 78% муниципального жилфонда. Оленеводство – основное занятие коренного населения Бугрино – практически прекратило существование. В конце 2014 года случился массовый падёж оленей. Некогда крупный сельхозкооператив «Колгуев» реорганизован в семейно-родовую общину. На этом проблемы островитян не заканчиваются. В посёлке имеется только начальная школа. В средние классы дети едут учиться в Наринмар. Невозможно отправлять своих детей. Вырастешь их до 10-летнего возраста, а потом отправляем на 5-7 лет в школу-интернат. Это такая боль. И в принципе, потом дети у нас после интерната либо не возвращаются на территорию, либо после 9-го класса они никуда уезжать не хотят. Чтобы дети не ездили в интернат, необходима большая школа. Но мечта кажется несбыточной. В посёлке даже школу-сад не достроили. Металлический каркас будущего учреждения ждёт своего часа уже 4 года. По словам Виктора Кмитя, депутата окружного собрания, закончить стройку в ближайшее время вряд ли получится. А решать проблему нужно сегодня. Депутат видит выход в развитии дистанционного образования. Тут надо очень хорошо подумать. Технологии вперёд шагнули. И не надо в этом отношении идти, мне кажется, чисто традиционным таким путём. Надо какой-то рывок вперёд сделать. И современные средства это дают возможность. Не только в наших регионах такие проблемы есть и в других, и за рубежом решаются вот таким вот путём. Руководитель департамента образования подхватил идею депутата и рассказал об опыте Архангельской области. Там в 2011 году реализован проект «Цифровое кольцо». Он объединил в дистанционной сети муниципальные и районные школы с Архангельском. Школьники из отдалённых поселений и дети с ограниченными возможностями здоровья учились посредством онлайн-уроков с преподавателем из поморской столицы. Появилась какая возможность? Ну, допустим, в данной школе нет учителя математики, или он не имеет высокую квалификацию, организовывалось проведение уроков именно в дистанционной форме. Я уж не говорю о том, что мы проводили областные родительские собрания. Эту же систему использовали и органы здравоохранения, социальной защиты, культуры для проведения своих совещаний. Общая стоимость проекта составила не более 22 миллионов рублей. Сумма в разы меньше стоимости строительства школы. Главное условие для реализации подобного проекта – качественный скоростной интернет. В 2015 году ненецкая компания электросвязи в тестовом режиме проводила родительское собрание онлайн. Родители из Бугрино общались с учителями школы имени Антона Пырерки в режиме видеоконференции, так что дистанционное образование вполне применимо и в Заполярье. Участники совещания сошлись во мнении разработать проект для ненецкого округа и подать заявку в Министерство образования.